...курса Java Core и третья лекция последнего шестого модуля объектно-ориентированное программирование в Java набор апрель 2013 Итак, сегодня у нас еще несколько тем Напомните, мы в прошлый раз смотрели, что такое статики Это у вас было, да? У нас как статики А, прежде чем смотреть inner-классы и static-nested-классы Если кто-то показал, что такое статические поля и статические методы Там, собственно говоря, учить нечего Я просто напомню, потому что когда мы переехали ко второму пункту Object, Class, Reflection, API То, собственно говоря, важно понимать, что есть Когда мы делаем класс фигура, то есть какие-то сущности в фибе А есть какие-то сущности в пермжене Итак Совсем кратко напомню У нас есть следующий код У нас будет класс док И мы теперь делаем И повторяем еще раз Что при этом произошло У нас есть, частности, интересуют две области памяти Стэк, как обычно, стэк хит, теперь хит пермжен Значит, у нас есть хит Есть пермжен У нас в пермжене существует в каком-то виде Загруженный класс, загруженный класс док Мы не знаем в каком виде Но это некоторый описатель класса док То есть, в общем-то, с одной стороны Это байк-коды, которые есть в файловой системе Когда виртуальная машина выполняла вход И увидела там использование класса док Она взяла имя класса док в полное с пакетом Точки заменила на бэкс-пашин Точнее, не знаю Пришли к некоторой существе класс лодер И говорят, класс лодер Это штуковина класс лодер От них можно наследоваться Их можно расширять То есть, жабр-управляемый механизм Это штуковина, которая по имени класса Возвращает вот такой экземпляр И к ней приходят и дают ей Net, Golovach, Zoo, Dot Она дальше идет следующее Класс лодер что-то знает У нее есть такая штука, как класс пасс Которая, в общем-то, никак не специфицирована Тот класс лодер, который по дефолту стоит в GVM Он берет полное имя класса Точки заменяет на слэши И ищет, соответственно, где-то в папке Net Golovach, там, проектный зоопарк Dog.class Он ищет вот такой файл Какой здесь корень? Ну, зависит, в общем-то, от настроек От того, где находился класс, у которого main Где стоит gdk, от настроек операционной системы То есть, это такие тонкости, которые обычно выясняешь В конкретной GVM, в конкретной оси В общем, он пытается найти этот файл Когда он находит, его интересует только этот файл, как массив байдов И этот массив байдов загружается в GVM То есть, класс лодер его загружает Дальше вызывает native метод, который мы никак не можем изменить Который преобразует массивы байдов в какое-то представление RNG, и теперь у нас есть загруженный класс Если оказывается, что в класс пассе вот этого не найдут То мы увидим какую-то странную ошибку Там, класс not found error, наверное То есть, почти наверняка это будет error То есть, непроверяемый Unchecked exception, то это как out of memory error То есть, к этому нельзя приготовиться Кто-то скомпирировал проект Потом каждый четный класс выбросит То, что осталось, запустил То есть, как бы просто части проекта Вот Это очень важный момент, который можно, образуя свои класс лодеры Можно изменить место, где будет искаться класс Где будут искаться байды Типичный класс лодер, который делается Есть такая уже мертвая технология аплеты Мертвая на рынке Она все еще может компилировать Форсен про нее пишет Но аплеты были заменены флэшом Который уже тоже вроде умирает Заменен на HTML5 Поэтому не читайте про аплеты Просто там очень интересно Это Java код, который мог запускаться в браузере То есть, я захожу на сайт Поставаю запрос Находя get mysite.com Оттуда скачиваешь HTML В HTML как-то указано Что вот тебе Java программа И ссылка на скомпирированный класс файлов Браузер, если поддерживает аплеты То он выделяет кусок окна Берет GVM, местную, запускает И греть, и вот классы Вот класс, в котором там не метод main Я не помню уже какой метод Первый стартовый У аплета немного другой жизненный цикл Типа метод init Потом метод там давай-давай редерс на экране И метод там окно закрыто Вот Его загружают и он начинает выполнять класс main Который должен что-то рисовать на экране Он тут что-то рисует И вдруг ему потребовался другой класс Который не был загружен Так вот класс loader Который у GVM Которая запускает аплеты в браузере У нее класс пас То есть класс loader так переопределили Можно следоваться от Java Land class loader И поведение, что такое класс пас Переопределять И когда это там сказано Поищи среди тех файлов Которые в файловой системе В локальной Это штука искать не имеет права Вообще проблема браузера Что то, что браузер работает Не должен шариться по локальной машине Ну, по локальной машине Если он считает, что с файловой системой Он может сообщить на сервере И получится, что программа шпион Поэтому он смотрит все тех файлов Которые загрузили Как бы одна Один класс Класс файл Который вот стартовый метр Я не помню, какой ответ Но это не мой Иначе идет класс loader Посылает запрос на сервер И возможно сервер по имени класса Net.zu.doc Вернет ему другой класс файлов То есть в принципе Класс loader Это узел, который может быть Ну, когда мы наследуемся от класс loader Определяем свой А потом jvm его там особо Усидерем можно впихнуть То мы можем рассказывать Что такое класс пасс Мы можем заставлять Докачивать классы Из интернета А мы это локально не будем замечать Просто когда мы вдруг Вызовем метод какого-то класса У которого используется Какой-нибудь класс и в себе резет Который мы не использовали То вызова этого метода Будет медленнее Потому что мы вызываем метод Виртуальная машина Заходит в определение класса Вдруг видишь Что используется класса xyz Смотрит на калий Класс пасс Такого нет Посылает на сервер И через 200 миллисекунд Ей прислали класс файл Можно также из трюков Например класс модерн написать так Что он Например классы Не просто скомпилированный В док точка класса А еще сжатый каким-то алгоритмом сжатия Пусть класс модерн по имени Загружает себе файл Разликовывает его И тогда загружает Единственное, чего нельзя обойти Нельзя никаким образом Объяснить, как байтходы Превращать в эту сущность Во-первых, потому что мы не знаем На самом деле Как эта часть к живым устроена Во-вторых, это клубы дыра в безопасности То есть тут решили Ты качай класс файл Откуда хочешь Но единственный способ Загрузить их Вот в эти вот Ну как бы Печать Из которых Вот он экземпляр Шлеплится Ты никак изменить не можешь Этот файл здесь появился Он состоит практически Из двух частей Опять же Спецификация Почти ничего не говорит Как это устроено То есть То, что я рассказываю Это восстановление По другой логике Как работает класс логов Как можно переполнить РМЖ Где лежат статические поля В спеке четко не сказано Что так должно быть Просто это самое простое Было бы решение Так вот Состоит фактически Представление этого класса Док из двух частей Первое Это собственно байт-коды Где идет, например Описание полей Что у этого класса 12 полей Не статических Три статических Когда я буду делать NewDoc Мне надо В хиппи То есть тут NewDoc Ну допустим Что это в стеке делается То есть у меня Должно в стеке Образоваться ссылка Д0 Которая будет указывать На кусок памяти в хиппи Где будут храниться Только значения Не статических полей Никаких методов Тут нет Потому что нет смысла Если у меня есть Два экземпляра Класса Дов То метод Ту-стринг У обоих Одинаковый Нельзя Джарри Сказать Что у этой собаки Метод Ту-стринг Работает по-другому В этом смысле Джарри Как бы статичный язык Есть более динамичные Языки Где я могу У этого экземпляра Метод Ту-стринг Будет выглядеть по-другому Джарри Вот чтобы знать Сколько тут полей Каких типов Какими типами Где должен быть описано Это описано вот тут В некоторой части Дескрипторе Но так же Вот здесь Хранятся статические поля Они приходятся Одни на Весь класс док Статические поля Существуют В не Barack Вне связи От того Если хотя бы Один экземпляр То есть может не быть Ни одного экземпляра Статические поля Существуют Может много экземпляров Статические поля Тоже существуют И только в одном экземпляре и будут есть какое-то отношение как-то она знает как экземпляры класса знают что они относится к этому классу это внутренности живым скат программист на оси плюс плюс либо не знаю как это устроено в конкретный конкретном компиляторе как-то сделали политоскана в стандарте у нас такого нет все эти связи мы просто предугадываем либо начитать соц и конкретно и живым либо просто подумать как она логичнее всего то есть это как рисунки да еще хочу сказать что и ржер перманент генерейшн постоянное поколение нигде спецификации не сказано что первый джен существует она называется как бы загруженные классы они где-то находятся я рисую в ролика отдельного вас вполне возможно что вот этой границы нет и то и другое лежит хиппи да это сущности двух разных родов мы не можем создать экземпляр класса он один не соответствует как автоматически загруженному конкретно первым джер так называется специальная отдельная область памяти где хранятся загруженные классы gm hotspot а которая санатора по сейчас который обычно качает так было в пятой в пятой версии 6 7 8 например конкретно было дверь самых крутых живая это джероки от компании ворс и hotspot от компании сам это по моему платная очень дорогая с кучей там настроек и там залезть посмотреть на монитор ресурсов память распределяется все это бесплатная все все качают так вот все пора компаниров купила сам не позитива проблема что им прилежат две самые классные живые на рынке поддерживать обе как-то не годится и они решили что на уровне java 8 они возьмут этот смартфон блин было предложение назвать доход рокет там обсуждается какие-то джай 8 они сделают одну живые вот это решили взять базовая а самые сладкие плюшки отсюда взять добавить сюда и по какой-то причине они теперь это будет называться часть не первым джем а мета стоит еще раз этого не сказано в спеке спеке сказано как загружаются класс не говорится куда они загружаются в память который контролирует живым а конкретная реализация теперь это будет называться место спрейс название взяли и она будет не хипе а будет вот так вот это память контролируемая живым тут сама живым вот исполнивый файл java.exe расположен тут две части первая стэк а мета спрейс выделяется отдельно и как-то живым на него ссылается ну и вроде как эта штука может расти и захватить все азу опять же это внутренняя особенности реализации я вот из того что почитал новость я не понял что они выиграли серьезно архитектура не изменилась просто у джи рокета место куда загружаются классы было сделано лучше чем у ходспота теперь просто это место называется по-другому и его почему-то нарисовать не внутри а снаружи что это значит я сам детально не понимаю если не читать сердцов просто там тонны на си плюс плюс то по большому счету непонятно но обычно эти штуки как бы раздельно существует по той простой причине что тут влазит гармош коллектор который исходит по количестве гипотезы что абсолютно большинство объектов умирают очень быстро в течение миллисекунд я собрал ее объект попользовался небольшим по метаспейсу по первым дженом от хранилища классом тоже в общем-то может работать гармош коллектор только свой у меня другие алгоритмы потому что классы выгружаются очень редко очень редко использовали класса потом его не использую и так а теперь посмотрим эксперименты которые показывают что стоит рисовать рисунок вот так на все плюс плюс в общем-то зачастую можно взять указатель а указатель позволяет всю память рассматривать и монетизированный как наборы байтов и можно прямо лазить и смотреть да действительно это тут лежит а это станет стабайтов джайли такого не то есть когда мы смотрим что стоит указывает на химу нигде этого доказательства не можем найти просто поведение передачи посылки по значению проще всего объяснить предполагает что две области памяти будут стрелочки рисовать и так да просто смотрели статические поля хранятся там не статические поэтому первое статические поля огни на все объекты одного класса на все экземпляры второе чтобы получить им доступ и на создавать экземпляры пишешь просто док . поле потом придумали статические методы статические методы это методы которые можно вызывать не у экземпляров не создавая экземпляров их полезность как сказать так сомнительно ну то есть данном случае если статические поля понятно я приводил пример например альки который будет выдаваться всем долго вот его текущее значение найдет охранить одно на все экземпляры то его желательно хранить здесь тут будет найди генератор а ну конкретно лиги тогда создавая сущность мы его им примете у нас один разделяется всеми сущностями каждого получать доступ к предыдущему со статические моря методы проблематично искать сущность немножечко избыточно ну где не нужно проверяете вызвать синус я пишу масса и при этом надо понимать не создается экземпляр класса массы все они дают работы гармош корректор за один раз когда первый раз жира я увидела что я вызываю синусу на 6 класс масс она загрузила класс масс это немножко избыточно потому что вместе вместе с синусом заглянется например 8 класс загружается целиком загрузится тангенс к тангенс корень квадратный поле публически но окей но в дальнейшем то есть поскольку джай при это решение что нельзя просто так иметь как бы тело метода функции как они называют процедура это все должны быть методами у нас все присобачено классом а статические методы позволяют не писать хотя бы вот такой глупости это было бы полная глупость уж каждое вычисление синуса создавала в отдельный объект в памяти он был так ранее глупо бы душу и нет поле иметь живая честно выдала ему хэш-код ну например он в себе хранить свой хэш-код 4 байка где-то занимает я создал экземпляр вызвал синуса потом пришел горбач коллектор выбрал то есть полная глупость это следствие того что в жаре хотели сделать простой простую модель что все является объектами принципе кому интересно я нашел такой документ я когда учил джава его не знал то есть вот такой секретный вот начало корья выкинул он лежит наверно где-то здесь есть вот жалови жена по моему посмотрите я документы все время обречу это собственно говоря начальный манифест 25 года по моему нет это книга есть вообще обзор джавы на 8 страниц это здоровенный документ алсана типа чем они занимались целый год или что то есть восьмистраничный обзор после нашего я придумал новый язык посмотрите какой прикольный вот и где-то тут же на сайте есть 50-страничное описание джава это еще не очень джава только выходит и там гослин объяснял как что такое джава и там четко написано что-то си плюс-плюс минус минус мы взяли си плюс-плюс слабый и выкинули множественно следованием выкинули то есть все является методами просто так синус один все упростили ситуацию теперь это порождает сложности вот такого вида чтобы вот эту глупость не писать делали статические методы из этого последовало что статический метод все-таки оказалось почему-то разрешили статические методы вызывать и вот так в этом смысла особого нет я могу создать экземпляр и вызвать статический метод ну как это не у вас я не могу там приватные конструкторы но если мне другой класс я могу так сделать при этом карабелятора пропустит он в этот статический синус у меня не может быть в одном классе и статический и статический метод с одним именем поэтому синус меня только один экземпляр в них такого совмещенного синуса нет имеет даже доселе и нарисует скажет а чего ты создаешь экземпляр для вызова статического метода она как это сделать можно такой странный выбор спецификации что склеивали но это приводит тому что поскольку статические методы не привязанность их вызов не связаны с такими экземпляром то статический метод не может использовать и статические поля когда я пишу долл симул то я не могу в синусе использую в синусе использовать атрибут собаки конкретно не статическое про кличку потому что мне говорят я вызываю метод связан с этим штука может использовать только статические не статический не может потому что он не указал у кого ты вызываешь метод когда я пишу не удобно напишу там жучка там полтора года и не пишу там тустырь победа пустырь и я не явно указал вот тебе ссылка на экземпляр я у нее вызываю метод этот метод может пользоваться не статическими полями потому что я синтаксически когда писал вот я показал какого экземпляра вызываю метод по статическому методу я могу сделать и так в реальности происходит долг . что-нибудь странный метод собаки он не может использовать кличку потому что это я синтаксически показал только что это метод этого класса не сказал какого экземпляра на это как бы все заканчивается там большой дальше никакого ума нет встать как не станет однако вот эта вот картинка из двух частей что есть 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 сущности в хиппе а есть сущности где-то вот там я буду его отделять и называть там сейчас называется пермджен да вот это вот есть пермджен нет как он называется или параметры это уже особенности то что дается это профессионализм и годы опыта работа есть представление дизельных двигателей а есть представление конкретно двери конкретной марки машины стере визит дизельного двигателя можно учить за год а как работает конкретная волю и так давайте посмотрим джави существует пока вот взять стать как бы двухэтажная система с каждым с каждой существа в хиппе как бы можно сказать связан он же тяжело объяснить связан потому что они сами не проясняют что когда у нас рублей как каждый экземпляр хиппе является наследником обществом поэтому у сущности хиппе есть метод у стрим и полоска школа финала из и так далее и получили от предка второй стороны с каждой сущностью в первом же не связано сущность класс это жару ланг обжиг а это жару ланг класс которая тоже является объектом она наследник вот отношение другое то есть каждая штука создана здесь имеет такой тип давайте посмотрим вот и вот это супер и он как бы как бы можно сказать что с каждым вот этим экземпляром неправильно связан ассоциирован ему соответствует как бы уже она является потомком но можно получить штуку типа класс которая связана с той единственной штуковиной которая хранится в первом же я могу написать если есть экземпляр я могу написать get класс я же вам про рефлексиве не рассказывать у мета у класса java ланг обжиг есть метод get класс то есть каждый экземпляр теперь может возвращать свой класс тут то место дженерить ведут себя неадекватно хорошо давайте просто выброси экземпляр если я возьму и у первого и второго класс это один тот же класс я могу сравнить даже вот так я могу сравнить их так могу сравнить по экземпляр она нам говорит что я тебе когда ты делаешь у экземпляра лишь метод get класс возвращаюсь в это обычная ссылка все просто идти в класс чертам случае все четко и у строки это называется класс и у интеджера класс вы массива и топ класс там как бы наследование они все типа класса я еще как могу получить класс я могу написать стрим который так и наследник объекта экземпляр класса кэп который наследник объекта здесь просто все штуки которые лежат когда я получаю не в доступ они все типа класса чем обусловлен такой дизайн не знаю они равны я еще как могу получить класс я могу написать стрим стрим класс в принципе я могу получить ссылку на класс даже не имея единого экземпляра да это класс литерал такая же непонятная штука у массива . лэнс некорректно говорить что это поле массива просто такой способ ты пишешь и получаешь это обеспечивает компилятор так и есть класс нельзя сказать что это статическое поле вот этой штукови нет просто когда так пишу и называется класс литерал я напрямую указал что я хочу взять как я пишу 12 и получаю интернет 12 класс 2 окажется отвечает тем же самым правилам это все один и тот же одна и та же сущность с таким образом я как бы получил ссылку на вот эту штуку что интересно оказывается что в джаве во многих объектно-ориентированных языках высокого уровня есть разные способы как в рантайме анализировать систему типов пусть и призыва называется и ратай рамка и тайп и информации джаве называется рефлекшен как-то оси плюс плюс не знаю рефлекшен часто вас переводит как рефлексия в русском языке вообще правильно переводить имеется за что отражение у меня вроде есть какая-то штука которая как бы отражает то что там происходит сейчас посмотрим что это означает вот когда перевод на русских рефлексии это просто калька по буквы не перевод в русском языке когда говорят слова рефлексия обычная психология по мысли о самом себе что я думаю о самом себе но открыто что никто не говорит одни отражений они как-то учебники удаляются перевести так просто не принято на рынке порядок лошадь и так это способ зачем зачем не иметь сущности типа класс ну кому-то паскаль их нет ничего знать про про штуковину память у нас это сделано для чего для того что я могу имея ссылку на вот эту штуку исследовать структуру как устроены объекта этого типа все современные крутые фрейдонки так или иначе ядре своем работает основе reflection мы сейчас посмотрим маленькую штуковину написал которая перегоняет произволь экземпляр произвольного класса обратно не написал который по экземпляр начали цендарь класс но прелесть том что когда я пишу библиотеку который получит экземпляр непонятного и класса когда я создавали кроме своих собственных классов никого не видела а я свой класс до документ человек ей там она сгенерирует миксами проблем в том что это библиотека когда я комбинировать акции ничего не знал о том какие типы и грудала какие их поля какие методы компилятор использование неизвестных классов не пропускает я не могу вызвать метод или обратиться к полю такому что компилятор не может проверить что он существует поэтому мне нужно как-то обходить мне нужно продать исследовать структуру того что мне дали и вот окажется следующее что имея вот такую ссылку здесь обычно пишут либо классы классы сын нельзя это ключевое слово либо классы вы увидите либо пишу так класса где просто правило принять я могу у нее спросить очень много информации я буду спросить имя класса могу попросить создать новый экземпляр это фактически замена нью но в чем проблема когда я пишу я обязан буду указать имя класса в этом проблему код который не знает что указать он не может написать а так я использую какой-то универсальный класс который java land класс и любой компилятор о нем знает у него заводит от инстанций капиллятор когда видит он он ведь в рантане мы создадим экземпляр конкретного класса который я не знаю а сейчас я вижу что кассу сейчас существует метод существуют такие пропускают из интересного можно спросить аннотации это на классы предки класс моды который можно спросить какие есть конструкторы можно спросить какие есть поля какие есть методы от возит глаз это я могу спросить такую штуки и она если это место в класс то мне сообщить имя класса который объявляющий перечтение этого в дженерике очень много методов потом покинешь модификатор можно спросить public private protected супер класс является ли массивом давайте посмотрим да и из еще более интересного можно создавать можно инициировать загрузку классов первым джем при помощи вот такой конструкции да тут все рефлекси на пипа круто все огромным количеством чек от эксцепшенов классно фаунд эксцепшен вдруг его не будет это вырезаем если эти важный момент сейчас здесь на экране по сути дела не идея компилятор не сказал что мне нужен класс класс для баланс 3 компилятор да тут есть какая-то строковая константа которую возможная момент выполнения на просто нет прочитал например из файлов я пошел в пропорте файл нашел там строку прочитал из аргументов взял ну я так заходил чтоб не было удобно но когда компилятор компилирует присутствует просто строка на службе класс он и получает аргумент какой смотрит строка что дальше строку бокер или европа и проходить то есть как этот компилятор скобилирует нашли согласно кобедры так и ники проблем при заморске она кидает и говорит нет такого класса Вот таким образом я инициировал загрузку в первен джен собственно класса Java Landstream. Там на самом деле сложный процесс, такой очень построенный на математике, чтобы я вот такой глупости не мог сделать. На самом деле, когда я спрашиваю загрузить класс, который уже в первен джене, то находят его загружено. Потому что я 5 раз не загрузил один и тот же класс, т.е. смотрят в том, что он был один. А разве теперь я могу сказать, где, например, поля, методы, например. Герц, деклары, метод. Вот. Теперь у меня есть метод, который тоже очень много полит. Можно метод вызвать. Можно узнать, какие у него параметры. Можно узнать, что он возвращает. Можно узнать очень много. Можно узнать, какие он исключения кидает. Есть ли у него дженерики, его имя, модификаторы. Ну, хэшкод в данном случае глупо, потому что, ну, все является объектом, получает этот хэшкод, например. Есть ли параметры, есть ли дженерики. Я могу сделать объект name. В данном случае у меня, видимо, очень много перегруженных версий индексов. Возможно, давайте не кидает нам о целиком. Берем, наверное, он расскажет потом. Ну, или кто старик был. Вот он обнаружил паблики. Я, как всей этой информацией, могу вратами получить доступ. Есть Compact Object, Compact Stream, какие-то индексов разные. В чем прелесть? Прелесть заключается в том, что вот этот код, по большому счету, может работать. И у m есть метод invoke, например. Я могу вызвать, я могу создать экземпляр, класс InstantOp. Могу исследовать, какие есть методы. Вызвать любой метод, на самом деле, при этом мой код не будет знать, с каким классом он имеет дело. В любом смысле, в момент компиляции. В момент runtime ему дадут строку. Он пойдет в Classloader. Он скажет, классloader, вот здесь такое имя. FFF. Дай мне класс, который соответствует в Пермже и ему. Классloader посмотрит, FFF. Загружена ли такая штука в Пермже? Загружена, он вернет на него ссылку. Не загружена. Он попробует по имени FFF найти в ClassPass, чтобы он под ним не подразумевал. То ли он будет ходить на сайт, то ли ходить в базу данных, то ли ходить, как обычно, в файловую систему. Он пытается найти подходы, загрузить, поместить. Здесь мы получаем на них ссылку. Для нас это была просто строка, которая, возможно, ввел пользователей. Или есть какой-то... И потом я могу создавать экземпляры. Могу вызвать у них методы. Могу лазить по их полям. Рефлексии, кстати, способна взламывать финалы и приватные. В этом смысле это не дара в системе безопасности. Это просто я так могу... Сейчас посмотрим. То есть при помощи рефлексии я легко могу, например, строки сделать мутирующими. Их приватные поля, и приватные и финальные. Я вижу. Я легко заложу меня. Вот. Это позволяет мне написать... очень, так сказать, полиморфный ход. Сегодня у нас вторая тема это полиморфизм. Врайдинг, ховерлодинг. Поэтому в целом об этом сейчас поговорим. Полиморфизм это... Когда говорят принципы ООП, полиморфизм, капсуляция, исследования, к ООП эти слова не имеют никакого отношения. Поэтому о них говорят. Это общие прикольные штуки, которые будут хорошо иметь на своем языке программирования. И считается, что ООП эти 4К числа свойствами. Ряд других качествами не свойствами. На профильте вышло порядка. ООП не свойствами. Это просто хорошее слово. Полиморфность. Это свойство чего-то. Поле многоморф, форма. Работать... Когда что-то обладает способностью, возможно, работать с большим количеством разных типов, разных форм. Код на основании рефлексии, а любовь серийный фреймворк это много рефлексии, может работать с любыми классами. Потому что когда его компилируют, там не указано с какими классами работать. То есть проблема, да, когда я пишу метод. Я говорю, твой аргумент будет, я должен указать тип аргументов. Я не могу сказать, вообще с кем хочешь. Если я укажу, можешь работать с кем хочешь. Окей. Я типа как будто вошел. РФ. Проблема в том, что компилятор теперь урефа пропустит только вызовы хашко и cost to stream, finalize, wait, notify. В общем, все-то мне очень полезно еще разрешать. Если я же использую рефлексии, а мовка, на момент работать с любым мозгом. Потом в рантайме я беру get-class, получаю класс. Нахожу мне тот метод, который мне нравится, например, метод у которого четное количество букв. Мне нравится такие методы. Я его вызываю. Таким образом получается такое ощущение, что я ввожу вся новую систему типа. Я буду писать код, в котором удаешь любой объект, вызываю все методы, в которых четное количество букв. На классическом Java OP я так сделать не могу. То есть я не могу так охарактеризовать, собрать методы в такую группу. Вот тебе собака, кошка, ящик, вызови у всех этих объектов методы четного количества букв. Рефлексия позволяет, поскольку она вообще как бы плюет на типы, она позволяет ввести любые правила. Давайте посмотрим полезный путь. Возможно, как это будет лабораторкой, но очень не скоро. Она лежит в процедурной Java, это рекурсия. В процедурной Java, лабораторки, по рекурсии, рефлектор. Итак, у меня есть класс user. У меня есть возраст, имя, как всегда. Тут я сильно не заморачивался, я прямо сюда захардкодил. И поле адрес, не адрес. Хорошо. Здесь адрес. Это заготовка по лабораторке. Тут будет когда-нибудь итеративный генератор, рекурсивный при помощи рефлекции генератор по произвольному экземпляту. Без рефлекторов. У меня нет. Я не знаю, какие-томнические как-то. Я вижу, что он все равно, чтобы он не был раздавал. И этот просьм путь. Ну и секретный при помощи рефлекции генератора. Мы просто добавим его ческ��е. Вмете будет эмпетать на наше – это так, каторое медицкое такое. У меня есть. Мы не говорим петь у него. Комненько. Номенем д "...екм 80%. Антиквера. Таким который нам нужно не прочитать его Теперь смотрите, я создал экземпляр конкретного типа юзера. У него есть поле внутреннее, приватное, типа адрес. Причем это поле, оно приватное, его снаружи не видно, у него даже геттера нет. То есть по человечески, используя классическое ОП, я не могу никак до этого поля получить доступ. Привязать волшебный метод XML. Если я запускаю, метод XML, получил экземпляр юзера, и нигде в своем теле, не используя информацию о типе юзера, построил по нему XML. Адрес маленький, адрес большой, его надо в один там сделать. Что интересно, если мы пойдем в метод XML, то мы увидим, что метод XML нигде, он ничего не знает про класс юзер, он работает для произвольных вообще типов. Всего горят. Он говорит, я хочу количество отступов, я хочу имя внешнее, я хочу ссылку на объект, вообще он говорит, обжиг, он как бы мегаполиморфен. Он говорит, мне нужен любой обжиг. Он берет, у того, что ему дали, берет класс, взял класс, и генерирует строчку, имя, которое ему дали, и тип, пишет класс, getSimpleName. Это что, вот это написано, typeUser. Потом он запускает цикл. О, вот же где-то класс, так натянут.